Друзья, большой привет! У меня к вам огромная просьба, надеюсь, что вы мне не откажете. Нужно выбрать какой-то ответ. Ребята ответили на вопрос про логическую связь между борщом и бонсай. Выберите, пожалуйста, что лучше. Ответ первый. Ответ первый. Лавровый лист. В видео с вопросом я показала Мирт. И, ну, зритель сказал, Мирт, ха, он похож на лавр. Лавр похож на Мирт и, ну да, на самом деле, и там, и там листья ароматные и похожей формы. Только у Мирта намного мельче, но бывают и крупные сорта. И само деревце тоже похоже. Да, согласна, сходство есть. Хотя можно ведь сказать, что лавр можно тоже вырастить в форме бонсай, и тогда еще проще. Так или иначе, лавр имеет отношение к бонсай, и он имеет отношение к борщу, потому что, ха, лавровый лист. Все просто. Второй ответ такой. Растения и там, и там, ну да, логично. То есть используется агротехника, семечка, вырастили. Только это пошло в пищу, а это пошло для красоты. Окей. И третий ответ – это символы. А-а-а, символ Японии. Бонсай и символ достатка и благополучия борщ. Тут я опять бы немножко вмешалась и сказала бы, что либо это символ страны, там Россия, а тут Япония, борщ, бонсай. Так, чтобы было равновесно и симметрично. Или если уж символ достатка и благополучия, так комплексно, да, что у тебя все есть, там и мясо, и овощи, и ты умеешь готовить, то есть есть плита и все такое. То тогда бонсай для Японии – это символ их созерцания, терпения, преемственности поколений. Бонсай передавалась, ну там, от отца к сыну и так далее. Вот символ красоты, философского отношения к жизни и так далее. Минимализм, то есть малая требовательность к благам мира сего. В общем, весь японский жизненный уклад, начиная от их жизненных потребностей и заканчивая их философскими какими-то устремлениями, он может быть саккумулирован в этом маленьком бонсай. Да, то есть там и там это символ. Итак, первое – лавр, лавровый лист, второе – растение, растение, третье – символ, символ. Скажите, пожалуйста, какой из этих ответов вам наиболее импонирует? По любым вашим критериям, просто интуитивно или познавательно, или остроумно, может быть, оригинально и так далее. А потом я скажу, какая у меня была своя версия и какие еще, возможно, были версии. А моя версия, кстати, она не была придумана, она сама родилась по жизни. Я потом об этом вам с удовольствием расскажу и покажу то, что я посадила. А сейчас я прикреплю сюда еще несколько видео, которые были отсняты до, то есть вчера, позавчера. Там немножко про улиток, но кто их не любит, можете пропустить. В конце немножко про погоду. И, насколько понимаю, многим из вас вполне показался годным такой вариант, да, когда соединяются в совершенно разношерстные куски. На ютубе это называется ВЛОК. Так, кажется, мы подловили улитку. Надо перевернуть. Мы подловили улитку, заползающую вниз в почву. И что она там хочет сделать? Либо она там что-то ест? Какой-нибудь детрит? Детрит? Какой-нибудь перегной? Гумус? Ну, там песок, собственно, почву. А может быть, она там делает камеру? Камеру для яйцекладки. Ой, что с моей дикцией? Камеру для яйцекладки. Ну, ночь, сами понимаете. Ночью дикция плохая, потому что ночь. А утром дикция плохая, потому что ночь не спала. Ну, смотрите, в общем, вы видите ее ногу. Она вот потихонечку продвигается по миллиметрику туда, забирается в почву. Там что-то происходит. Но мы не можем, конечно, подсмотреть под землей. Видите ее глазик? Под землей нет камеры. Похоже, что все-таки она... Да, не могу гадать, но мне кажется, что она ест. Какие-нибудь подгнивающие листья. Гниющий листовой опад – это основная улетячая еда. И заодно их субстрат. А кому-то удивительно, почему это Волково повторяет и повторяет одно и то же. Ребят, сколько бы я ни повторяла, вот приходит сегодня девочка в группу, в сообщение группы, и задает вопросы, и присылает фотографии своего террариума. Из всего этого понятно, что опада у нее нет. А между тем она обращалась полгода назад. И ей все было сказано. А теперь она присылает фотографии улитки подыхающей. Там все выпало у нее. Все, в общем, плохо. Все плохо. Помогите, помогите, помогите. Спасите, пожалуйста. Спасите улитку. Я говорю, а кого спасать? Улитки уже нет. Ложи опад, дай ей хотя бы умереть в нормальных условиях. Неужели ничего нельзя сделать? Так правильно, улитки-то нет. Она сформирована неправильно. Все эти трагедии, это только улитка группы виноваты. Только они заморочили детям голову. Там такие ужасные условия. Отключаюсь. До связи. Ну, кстати, я напрасно не поснимала вот этих гавриков. Как они едят там и мел. Ну, там не только мел, там целая смесь. И крупу геркулесовую. Огурец мы ели вчера. Огромный смолотили огурец. Но я не снимала, любовалась. Расслабилась и смотрела на них. Там был тоже свой сюжет такой забавный. Они вон там, где сейчас огурец лежит. Это сейчас только что положила. А вчера они там сгрудились. Это было такое столпотворение. Огурца даже видно не было. И тут просыпается большущий ову. Ну, основной блондинчик. И он видит, что ему туда не пробраться. И он мнется, морщится, мается. Ему так обидно. И он пошел слоняться. И вдруг он натыкается на огурец, который лежит ровно вот... Не могу сфокусироваться. Огурец, который лежит ровно вот где сейчас мел и крупа. Он вот там находится. И смотрит сюда. У него буквально перед носом этот огурец, который почти никто не ест. Только маленький слизень. Вы бы, кстати, не видели еще. И маленькая литочка. Фуликочка. И он смотрит на него. И вдруг преображается. Он был такой сморщенный и вялый, и обиженный. И вдруг у него глаза вытягиваются просто огромные, антенные. Если бы это по-человечьей было, то это бы значило выпучить глаза. И вот он смотрит на это и думает. И говорит как будто, что? Здесь целый огурец почти не кусанный. А там такое столпотворение. А здесь огурец. А там столпотворение. А здесь огурец. И он очень долго был вот в этой вот немой паузе. Просто как по гугле. Только там в конце сюжета. А здесь... Ой, немая пауза, немая сцена. Вот. А здесь он наоборот как бы в начале. Ну, надеюсь, что он потом поел. Но ждать я уже не стала. Это было 3 часа ночи. Ну, поговорили. Что наша улитка, которая... Да, она уже не зарывается никуда. Что-то съела там в грунте. И пошла вон по геркулесику. Пройтись. Увидимся. Хотите, поделюсь с вами закатом красивым? Такое небо. И ведь раньше на него я не обращала такого внимания до карантина. Сейчас даже в группе делимся облаками, потому что это основное зрелище, доступное нам. Да, все так драматично. А красиво на самом деле. Вон, дракон какой-то летит. Там какая-то яичница жарится над домами. Адская или райская. Вон, чувачок на велосипедике едет в сторону заката. Вот люди в черном идут с покупками. Вон, кто-то ребенка ведет на прогулочку. Нарушает карантинчик. Между прочим, Санкт-Петербург в числе лучших по соблюдению самоизоляции. И если вы скажете, что я хвастаюсь, то да, я хвастаюсь. Окей, увидимся, друзья мои. Увидимся. Встретимся. Услышимся. Пока.